Кто у людей? Меня зовут Олеся Сирота. Я в принципе займаюся влучшением угольни, а не трохи виршой плоскости, как треогольни, якими мы займаемся на этой школе. Тому я пришла себе рассказать про глобальную будущее и другие поврозы, про какие мы уже обедаем, где мы можем при нам все затягнуть силы, або просто просмолявшись в людях, якие уже зараз втранцуют в Галваниях, якие лишатся такими просудовыми будучи обудовцами. И тому я буду рассказывать про Экл Парк как архаичную модель подобного. А по оперативной обучению IT-краины, для дома мое сенс подойдет, что отрималась у той, что ей уже удалось. К тому мы спешат напоминать, вроде, управляющие песни с ужасной дылью про «Лишь был репитализм», который в нем взрослый с русскими наглядами у себя увольнена, а потом мы плавником переиментировались в започной для ликой мары Слива Джонса, и что у него отрималось уже, то есть народная была невеликшая, и напомнился в самый неудалый проект – это символичный венезардный офис «Эпл Парк». И отримовывается, что это есть две маленькие лекции, и там первая часть такая трюхи больше тарадышная, я буду называть некие именные книжки, когда ее стекают сделать этих книжек, то можно их пропитать, и я напишу вам, скажу назву, скажу про что там можно будет потом накрывать. А так вот, в день, за хвилин двадцать будет то, и потом маленешки передных нужно будет задать поешь питанию, и после уже будем разметать практику. Итак, коль Беларусь будет идти к краинам, в других краинах дела должно належить так званому ИКТ-комплексу, а с этой наводной человеку все более критично. Дальше, я тут не дарма вживаю в этой тройке постсоветске, можно подсоветске, термин ИКТ – информационно-коммуникативно-технологии. Но самое ж, когда мы отделим информацию от коммуникации, это нам уже концептуально да помаршись, разумеете, как будуется и распространяется система влады у таких новых, свыше новых романцов. Мы уже призвышаемся, что мне даем в этой месседж, а сегодня мы будем тройхи ломать эту конструкцию. Когда я скажу, что мы отделим информацию от коммуникации, я думаю на базе, что мы отделим сетки, по яких передается информация, от вылежальных могутностей, которые взбирают, заховывают и опрацовывают эту информацию. Именно так на самом деле побудована сушасная лишь бывае влада. Выник от такой побудовы влады, такой архитектуры влады, изъявляется у себя угольный нагляд. Прыкладно, такие самые, какие были символичные фигуры панопты, которые, напевно, вы уже все трохи ведаете, чули, або читали Фуко, або чули, як некто читает Фуко, або как нибудь. и это у себя угольный лишь бывы нагляд. Я бы, я кажу, шма открытоков, наполнительницей таких, я не цикавых открытоков, это Марк Андреевич, то есть, когда вы получаете то, это то, что в некоторых артикулах он не за всем себе открыток, он скажет, ну вы что, лишь бы вы на взорах, это же продуктивно для громадского, вы глядите на них, они працуют, и они глядят на вас, и таким шинам так само працуют, и все это только еще больше раскручивает этот маховик лишь бывы, костиндустрияльцем капитализма, ценность, вартость прирощывается, короте все доброе, конкретно, он скажет, это то, что сейчас. Тема, с лишь бывым надзором, началась еще в 1994 году, вышла книга Дэвида Лаевна, про я как раз про обзор под названием «Покину на дождце» на слайд-шоу, я как раз писала про электронное громадство на Гляну, и то, про что я писала в 1994 году, в принципе, на его мы по циклу и подошли. По коему мы ишли, мы кратиковали, Зимун Бауман, при этом не цикаву, все-таки так наступил его в своей книжце «Ликвидное громадство», «Ваткая сучасность», «Ваткая сучасность», «Ваткая сучасность». И он, когда он скажет про техничные сродки постаптышной «Улады», то он на 1 мая на УАЗе мобильные телефоны, вызначающий новые формы контроля «Ваткая сучасность». И он пишет про Владу, якая может перемещаться с худкостью электронного сигнала, если он именно это самое наиголовнейшее. Такая худкость именно вида коммуникации. И у иншей книжцы с поживающей житой, на самом раз больше до нас датычной «Контьюмин Лайф». И он называет громадство, а кем Влада так распространяется «беспроводным». Такой концепцией нашей сучасной «Поста нотикуму» «Самая головная небоспека это беспроводные, неважные, усилительные способы, звязку, дякую, 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 в этой инфраструктуре. Для тех, кто хочет за нами сожить. Однако это не все, это только один компонент. Когда будете выдавать эти краины, это только инфраструктура. Что главное в этой инфраструктуре? Скажу, что в этом немало. Такие режимы надзирания позволяют наказать индивида, выкликать его, або знайсти его на демонстрации, або еще что-нибудь. Но это мне позволяет продвигать поводину индивиду, або запрограммовать поводину. А существенная структура влады является именно для этого. И нам нужен один элемент. Я думаю, это дата-центр. но немного позднее до этого. На большинство распространения интернета мы являлись грамотом, как сетку, коммуникацию, шмат узлов, один узел снишить, то все равно сетка протягивая опрацовать, информация циркулюя, справиться с упойностью, романтичный покляд на электронные сети, и того поколения. И главное в этом было, что мы объединяемся и начнем керовать собой. И сейчас интернет-грамадство на той ступени керует само собой. Но керует не по керую, но керую по бодрея. что я марину базе. У зараз в этой сетке есть центры накопления капитала, финансового капитала, и они належат таким компаниям, как Google, Facebook, ну и далее лист может протягнуть сами. в этой системе регулируется сама. Споживец находится по контролям, не на виду, дякуяши тому, что он споживает. Алгоритмы працуют так, как догадаться до его ожидания. И таким чином замкненная кола. Система споживания керую сама собой, но в этом все равно нет, в центрах фейсбука, а также менеджеры по рекламе. Но она также была интересная идея про то, как интеракции перетворяются в транзакции. Интеракции мы можем представить все выше, стабильную интеракцию, а интеракция имеет финансовую монетарную вартость. И это моментально. И это акт покупки между объектом и капиталом. Мы продаем интересы фейсбуку, а продаем их тому, как купить право бесплатно. И интересы будут не наши. Они будут отчужены от нас, они будут пропады, что нам пропадают алгоритмы, они не будут заходить от нас, они будут заходить из этой системы, которая сама себя окружает. Итак, если что-то подразнивается от классической системы, и у Бадрияра, и у раней, на первый взгляд до ничего, просто все это споживание бывает заименное, оно поскорное, разогранное до охоткости, с выжгуковой, и вынеку споживание и вынуждает как я цитую, я по иншу боку обменную споживание, по иншу боку и это процесс перетворения человека в товары, это рынок и мы не можем вспомнить рынок айти специалистов, не можем вспомнить электронные системы рекрутинга, какие зараз так популярные и мы не можем не вспомнить эту историю, недавно человек звонил робот за программные побылки, это эффекты такого споживания которое перетворяет человеку товар и отбывается по законам рынка интеракции транзакции и приходилось и хотелось вспомнить джей а мы уже в будущем поздно это джей первый робот а это джей на радио умовно кажучи и это радио вершает об усиле и не откуда у него нет центра и нам нет доступа таким шином в Айти 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 там некие хакер спейси и объединение поинтересов яки не описнуют паза капитализацией и что тут заявляется а тут приходят стартаперы и кажуты у них есть одна проблема они не могут связаться один из одним клиентов не ведут выкликают такси заказывают дейтинг давайте централизуем И стартапер приходит и говорит, что это надо централизовать, инвестор приходит, сдает ему гроши, кристалл вливается в эту систему, в этой сетковой системе сгибляется центр и снова начинается голосом сары. Подогоняем, в классическом паноптикуме у лада зафиксована в центре, она заусюда присутствует в поле заработа субъекта, это холодный недоход такого классического паноптикума. Это как бы русское телебашнение, которое беспростанно передает президента, а гиздали экраны, надзирая за своим народом. Но он, между собой, в большинстве находится на самом видном месте, и он сам заявляет связь на систему, которую он гирует, это его слабость. А как бы контроль был абсолютный, контролер повинен быть небашным, або он находится в месте, про какой не ведает той, кого контролюет, возьмет для сократной атакации. Причем мы еще размеркованы, как-то распределенные. Тобак информация не находится в нашем соборном дата-центре или она распределена. И, вось, ненавида таким чином отремовывается систему, якой можно керовать не только сущасностью, а можно керовать будущим. Потому что у нас заховывается информация не только про то, что, зараз, отбывается, у нас заховывается информация про то, что было. Вось тут, таксам, такое, дружине, такой классичный сервейлинг, скалю, у нас какие-то камеры или нечто пишется на кассету. Эта кассета стирается кожная 48 годину, и, сдается, и надзор есть. А я пришел 48 годину, я понимаю, а можно лишь бывать. А когда лишь бывать, вы уявляете, какие-то массивы и кольки там даденых? Карате и будущее належит к тому, кто гэте даденые поспевает анализовать и на основе анализу робить продказальные модели. И уже с допомогой гэтых продказальных моделей уже можно плановать будущими, и, в принципе, створювши такой своротный луп можно уже и керовать. Ну, за все меньшее питание, те, хочу, мы каб нами так керовали, али это уже питание не для сегодняшнего доклада. Ну, с первой шасткой у меня сдается все. Можно, это можно представить. Или вы хотите побудовать по ногтям, читайте меня ярких, потом поглядим, что там люди сбудовали. У меня только маленькое воспитание. Вот эта фраза «человек стал товарным», а я ведь не совсем был товарным, в принципе. Просто, что сегодня, ранее может быть, я его бушанец, потому что там японный босс был человеком, и тут была мягчимость, да, не яких относится, повернуть мне к ситуации, а сегодня вы доработаете, и ты, я бы этим ничего не могла сделать. Ну так, вот вы сказали, сразу такие два привыкки на гэтым шляху комодификации, коли уже указать по-набуковому, а человек зарабился товарным, коли пачал отримовать заработную плату по годинам. Коли уже мы идем в историю вот этой вось концепции комодификации «человек и товар», это значит, что он приходится на працу, он восемь годиновне что робить, або шестнадцать годин, коли это были в фабрике, там, ураней, и неважно, в принципе, что он робить, он повинен дать продукт, а не дать продукт, я его буду штрафовать. Вот это такая модель, она тогда и ведомость упрость поставлялась таким малым неким фермам, неким зусим маленьким мануфактурам, где працуют пять человек, або десять, там, украшают шесть детей и господара, и они один одного ведают, и ведомость там не будут один одного эксплуатовать, в зонатом отцена. А я восьмажаль экономична, перомазла перша модель, модель фабрики с працованным днем с по годинной оплатой. А вот эти маленькие мануфактуры, они застались в одном оригинале, ну, вось, как сегодня, в принципе, уже казали, что, коли мы хочем жить так, мы можем жить так, когда на этот час будущее будем надеяться. Я понимаю, что, как бы, скоро же власть корпораций, но и власть государства. Власть корпораций, да, уже. Мы зараз бачим трохи-трохи такие бодания у США, наприклад, каливаясь, пошла в этой причине с приватностью на Facebook, и где-то перетворился уже скандал, такие уже державные, можно сказать, масштабы, а не, в принципе, наступна кровь, это просто излияние державы и корпораций, и там не только будет текавое питание, типа будет это национальный, будет там некий национальный элемент, державный элемент, а вот тоже будет глобальный тот такой элемент. Олег, это уже не до меня питание, я не, я не компетентна, правда? Очень интересное обсуждение, я вот хочу добавить, сейчас об этом подумал, о том, что если в недавнем времени человек, действительно, был товаром, то сейчас появляется новый товар, это личность, то есть сейчас личность становится товаром, когда ты, по сути, не даешь 8 часов, ты даешь свое репи, как создание некого контента, продукта, и, собственно, уже личность становится продуктом, и, собственно, это и является, на самом деле, один из немногих действительных продуктов будущего, который может производиться человеком, потому что там, где он давал 8 часов, значит, он делал что-то повторяющееся, что, в принципе, можно, скорее всего, и изменить. то есть. Ну так. Тогда мы платили за рабочий день, а сейчас свободное время ты работаешь, и деньги мы платим, эксплуатация. А даже за тебя немало свободных отчастей, я с будущими, там немало свободных отчастей. в силу, получается, этого лупа, в силу того, что по алгоритму и так далее, личность сама на следующем этапе начинает формироваться этой системой, на какой-то стадии она перестанет быть уникальной. и так далее. Конечно же, это же продается просто как медиа сейчас код, как культурный код. То есть, если вам раньше можно было сказать «Воу, Мальбор, мир будущего», «Корбой» и так далее, то сейчас вам говорят «Вот, посмотрите, какой успешный, красивый, умный человек». Он любит, кстати, вот эту марку одежды и, в принципе, читает вот эти книги. И, по сути, он создает какой-то контент, его действительно реплицирует, и реплицирует, в том числе, собственно, тот круг его потребления, который идентифицируется с ним. Это и является как бы продуктом личности как таковым на рынке. Так, так. Сейчас, да. Дальше, ну, для того, чтобы, ну, то есть, поскольку модели там будут искаться наиболее, ну, прибыльные, да, то есть, то сама по себе уникальность будет, ну, то есть, сейчас она тут является, ну, то есть, этот путь ведет к тому, что она будет развиваться. Она всегда восстановится. А ну, да. А ну, да. Мысль разумная, в основном, всегда является самоподобием и неким мутированием. То есть, протест через протест, протест через протест, который, вроде бы, противоречит, но, на самом деле, является повторением. Ага. Можно шаг назад сделаем? Потому что я, честно сказать, честно не понимаю, мы ударили на дискуссию, все-таки это, спасибо вам, да, первая часть доклада, разговора, да, она о чем? Она о попытке предсказать будущее, основываясь на тех тенденциях, которые сейчас есть, или, или это уже, как-то, какая-то факта, анализ, расскажешь? Самрэш ЭКО не плановала эту лекцию, а хотела сделать эржистые инструментальные. Итак, вы хотите подавать IT-номасты, и у вас неминучше отрывается подобное на паноптикуму, что у вас повинен быть дата-центр, размеркованная информация, сетка, девайсы, которые забирают информацию, экономика уваги, того, как субъект продает свою увагу, или капитал, капиталисты, купляют эту увагу. Ну вот, тут я уже сама пошла, разумеешь, нашла, маленьких демо, а вот, и пошла все, что нам требуется инструментально там родить, коли мы хочем. Быть такими, восьмой геодели. Что сказать? Это то, как она уже зараз працует, в принципе. Это так працует рынок интернет-рекламы, так працует это бизнес-модель Facebook, это бизнес-модель Google, и, ну, у нас, у той меры, в какой мы жастаем глобальной, некой информацийной просторы, это у нас так само працует. Але у нас еще и шанс, потому что мы не полностью глобализованы, например, коли казаць про рынок онлайн-знаемства, тут я думаю, это будет за все до таки локальный трохи рынок, там будет у розных частках света админаться розные процессы, и человек будет перетворяться так само в товар, и он так само будет выставлять себе у гэтым паноптакуме, ко мне выглядели, а не это будет локально, у разных местах по-разному. Например, там, у нашей просторы дзержина, дзержин более чем хлопцы там выставляются, восьми на это дзержина, близко таки разламурные, а там у ней кэнши там просторы, там дзержат там пятьсот сотку, и там хлопцы уже там себе не по-иншему конструююць, у гэтым онлайн-запаноптакуме там, где их усе могут башить. Ну, карате, это уже без таки локальные парамки. Але у пэнных там, там, где рушится великий капитал, там будет прикольно так будет працавать. Вот это девайсы, информация, дата-центры. То есть экономизм того, что сейчас? Ну, теперь так. Новые. Больше, чем меньше. Фрагментарно. Нигде на это наступило, а медиа может и не наступить. Вот, долго. Давайте поглядем на нечто, что реально ясное. А хотя... А, я хотела еще сказать, что вот то, что обмерковывали два кроки тому, это... То, что вы торопите зараз, вы можете легко это знайсти, когда вы пошукаете сто пятьсот тысяч артыкулов в мастер-классах «Правцы за инфлюенсерами». Если нет ничего слова «инфлюенсер», то задумайтесь про этот инфлюенсер, то, что это человек, который экономится, который публично присутствует интернет-просторы, курит паевные цыгары, носит паевные шмотки, и абсолютно за равные гроши продает их рекламу на себе. Это один кейс. А другой кейс, я вспомнила, «Отколи браться уникальной человечности» «The Carters» «Jay-Z» и «Beyonce» Яны выпустили альбомы, яким рассказали усе про свое особистое житё и сняли для этого какие-то луры. Вось, подводите, ну, куды дайшо капиталы, и кому потрапно нечто уникальное. А вот два реттеры стоять перед Джакондой, потому что могут себе дозволить снять тур на день, литерально так. Вот. И потому что им требует не идти взять, когда у вас уникальный цвет и характер, чтобы они там выросли все там брудную гализму, и плюс еще пошли и сняли виды с Джакондой. Ну, что могут? Вот здесь вот такие, есть пенка такая, море капиталов. А мы проходим… А можно еще вопрос? Ага. Сколько такой оптимизм по поводу такого вот странного будущего? Вот настоящего? А я просто живу, я живу в будущем, я не ем, не сплю, працую двадцать в едином сутки, и тому я уже на адреналине и у меня такое относено даже в тело целом. Ну, про вас, я вообще про… тут вот Паша такой же оптимист. Ахахаха. Какого-то такого важного будущего. Вот у меня все зрели, все зрели, все зрели, все зрели, все зрели, все зрели, все зрели. Не, мы ходим просто, мы заховываем бодерость, как бы была, как бы ну, была, ну, бы снег заховывать себе в этом свете. Ну, я сказала, что нет, а за ж мне не платить, а так я могла бы из-за кроши читать такие лекции, а я не рублю, как только, всякую могу. Так, конечно. И мы переходим до того, как уже побудовали в будущем. Ну, тут просто я буду рассказывать, а тут вы будете башить этот парк. Это будет такая инсталляция. Проходим до другой части нашей лекции, до проекта Эппл Парк. Это проект, задумывающий Стил Джобс, и он описал свою башню, о своем литерально оплошне по ближнему выступлению в 2011-м годе. И дизайнер, дизайнер, займался так само культовым дизайнером своих продуктов Эппл, Джонни Айв, и это была долгобудова, знаемая нам история. Ну, после 2011-го его проектовали, потом его выдавали, и в принципе в минутном годе повинны были скончить, но не скончили на протягу и мы долго его скончили на протягу оплошнего года. Там уже працуют, тут уже будет экскурсии, однако там еще не все древы высажены, не все дверные дверные ручки отполированы до надлежащего уровня отполирования. Ну, полетели вы можете загуглить там перфекционизм у большого анекдота. Ну и зараз следующее фанатам, которые запускают дроны, которые, я думаю, не позволяю запускать, или все равно их запускают, и снова запускают, что мы можем уявить себе там одно из старых видов, там еще самый лучший центр, сувенирная лавочка там стоит там нигде жалюзи, ну, это такая национальная библиотека. Будинок ваша форма кольца, поделена на сегменты, национальные окна во внутренних и внешних стенах, тут вот эти окна закрыты некими кордонинами, тут еще франц ведутся, и все классическими панолами, как его описывал, как след за еромией вентамом. Это только что отсутнейшая вежа для сегменты мы потом глядели, там справдовую среди нечто есть, только нельзя подвезти, ну, мы сами не были, так уже понятые глядели, и тут мы начинаем сомневаться сгодности, как побудовать сегменты сегодня, нам уже не треба ни кольцо, ни окна, ни вежас, ни шлюны, кубиклы, сегодня достаточно просто поставить все до камеры и избирать информацию из всех девайсов. мы можем быть выполнены, что компания Apple делает это фантазм, который нужно реализовать. И чему? На что? Эта компания выставляет дух новоторства, как бы подавать нау-панок, чему? Я не дам вам отказу на это питание, нажали. Мы можем провести анализ. С начальством глядим. Apple Park не подобный панок. Но если были одиночные камеры, тут офисы прикладаны на сотни человек. Она просмешивается, только сидеть 100 человек. а у всего там можно сидеть 12 тысяч супрацовников. И большинство их працуя у офисной просторы, спланованной походной принципу open офис. Усе сидят в одном великим покое, как у церкви на фабрице, и помеж этими працуными местами самых дорогих наибольш высоко оплош вымых программистов самой крутой компании свету. По нижиму ходят надзиратели. у нас менеджеры называются ходят наполно и сидят швей на китайской фабрице, девушки, которые собирают айфоны в таких великих покоях. и приватность властную офису роскошь, которая будет доступна менеджерам на верхнем поверхности. официально такая политика отломается наступным женам. Найважнейшее упражнение в компании Apple это коммуникация и персональные стасунки. К тому большая частка будинка спланованы открытые офисы и осуществляют бесконцы коридоры. Из этого можно насквозь шмат-шмат километров. Проходивши под этих коридорах, супрацовники повинны выпадково сустракаться, сутыкаться, разговаривать про разные и таким чином генерировать наиболее творческие решения. Однако эти творческие решения принимаются под час коллективного бега уколя. У всех, кто занимался творческой працей, добра верны, что для этого лепей самостоятельная працей, и комфортными стосунками с другими потребными людьми. Про такие лад працей можно прочитать в старых книжках про то, как играть программистами. Например, есть классическая книжка «Як пасть котов» называется. мне за эти годы уже 15 книжки, но она довольно банальная, но написано то, про что все так и ведут, что напряженная интеллектуальная творческая праць, все отбывается, когда человека не не шапать, когда он купил, не больше особенные просторы, но после этого нужно разговаривать, узнать, что он может подковать. Это нормальная отврата, однако идеологично затушевывается такими компаниями, Apple, Google, очень великими компаниями. ходят шутки, что некоторые программисты отмывались переезжать на этот будинок, и они попросили подбудовать им особенный будинок, ну и может быть гаражина полна, а так для людей, которые сказали нет, это были очень подробные люди, которые не дозволили садить в офисах по три человеки, а не по сто. И уже зараз, ходят про программисты, современных людей, которые просто живут в городе Купертина, на которых напасть, потому что зараз все-таки просунутые архитектуры, архитектурные решениями лишатся такие, которые развивают просторы экологичные природы и как новокольные асеродзе, которая должна быть организована наибольшим шином для всех, например, развитие города. Городки наши про усилие банальности это так само поздно экологичное решение. А тут побудовали офисы на 20 000 человек, в преграде где нема, жильевая забудова коттеджная. Эти коттеджи подорожали одразу в 10 разов, хотя они и были дорогими. Побудовали еще развязку для них, транспортные проблемы так само уже за всех шакаются. Вельми шмат было согласованием с экологичными службами, боем из пожарных выкопали все древа, потом посадили все древа и назад посадили еще 5 тысяч, потому что они не отправляли в башене ландшафтных дизайнов. И потом еще с пожарными велики долго так само требовали все дозволения и так само было жмат грани, как пишут плёточники разные в интернете. Такая забудова не делает больше гармоничной, она просто створяет крупную накружение, транспортную и так далее. Это уже не новаторство. И как так отрималось, что компания новатор будет не новаторский, абсолютно архитектурный проект? Ну, тут, напевно, все-таки нужно вспомнить про макия велик, про то, что компания Apple довольно часто ловить криво души, взять умовы працы на китайских фабриках, которые выпускают айфоны, от рабочие выкидываются с окном, которые не могут заработать планы, и так далее. То будет таки восьмой степень восьмой макия величный подыход учителя все за этим стоит. Ну, и тут я думаю, что тут у меня жаль, повторяется про то, что система надзора працует абсолютно не так, она працует все-таки заразу лишь информация по музыкальному и восьмой предах прилавы, которые избирают информацию про все, что отбывается, экскурсия по их специальным центрам для экскурсий. Вроде застарыл этот проект. И что тут еще можно сказать? Ну, тут я еще сплетняю про программистов працового в офисе, но нам это не потребно. Какие шарпичные рисы есть у этого Эпл-парка? Например, тут материализировалась метафора театра, про которую Фуко так пишет. Эпл-парк это коллаж для всех идей, которые неизвестно это обеспечить им пленный великого множества. тут как и в старые добрые часы выполняется задача показать множество людей малую количество объектов элиты, театра у него возмещается 300 человек тремя Стива Джокса. Туда выступают тимпук и менеджмент а когда никто выступает, это все показывается на экранах и находится на этом будинке на этом доме остальные 12 тысяч человек. Тут вертается видовищный режим арена где все кто там сидят могут бажить что бывает в этом маленьком театре у одной из этих восьмкоморок и мы вернемся до Фуко как он разглядит восьмком арена а для него все элементы измешиваются могут анахронично существовать средневежная лада в грамоте и она не помирает и она выставляется у фигуры императора таким шином Стил Джобс это наполеон отрыновывается как який повинен бы выступать на этом арене а не зараз за тим кук Джонни Айх и принес Apple парк уже знакомые дисциплинарные конструкции одна из чистотелесных практик это ходьба на велике облеглости добраться до своего аппарационного места на котором можно на велосипеде добраться там есть тысячи велосипедов и 12 тысяч субпрацовников все-таки на полназвих 11 тысяч на полназвих поиншим и добираются от парковки какая-то недель в лесе объезд подземной парковки до своего аппарационного места на дым на дым концы вот и вось 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 арена и стадион и театр это не совсем по нотикам такая регрессия усим формам ведовешности одразу и это так само некая дисциплинарная ходьба по сути марш марш так это як на плаце армянины маршируют вось тут маршировать по колью и тут так само фуко праглядаешь то вось так само и целы программистов подвергаются некой дисциплине и как это сами помажут и как это помажут биоменеджеры то для их это некое коллективное тело они сами понимают что это дизайнерские решения они повторяются в эту микрофизику улады и и их целесного взаимодействия таки гигантский офис повинны вернуться працовникам компании от желания физичной органичной солидарности органичная солидарность это уже з другим так само связанная по делам прац это так само такая ранняя индустриальная конструкция это изнов некое обзеркаливание минулого и так само такая вельми уходным сэнце уходы ямска идея я думаю что те кто вызывает довольно шмат контроверсии с боку тех кто не является фанатом Apple я отстой что надо еще сказать один 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 кто прац ничего не кажется они полностью отмечены от внешнего света и это шумные кварталы разместили по их працованным местам они не могут не могут коммуниковать за внешним со светами они полностью отдельные и это снова регресс до предыдущих моделей подпорядкования и контроля и ну и что можно сделать и киевы снова я думаю что не ставлю перед собой это не там зарабить находжение вязни то мне будет комфортно я думаю это было простить працю надзиральников до того экономичный эффект то все это официально что все это утоняет по будову а это очень дорогая это 1 это 2 ну и малейший анализ он приводит нас до того что это криводушие литерально я сказала продвижные ручки отшлифованы это невероятные формы это не робит в дальнейшем этого исправить и мы видим что паранойя закрыта бизнесу и это таки паноптикум яки выворошивается можно сказать паноптикум яки глядись в минуле аля что у тебя глядись туда вельми далеко это коллаж и в принципе его можно анализовать и ну я напомню вы подумайте может быть подумайте что-нибудь аж вот так можно анализовать нашу айти будущее взятый давайте запитание ага да ну самое цикавое это то айти 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 я уже а твоя презентация это все таки фон ты показываешь доступные там видеоролики дает свое властное оставление некие эмоциональные отношения и это презентация будут сергей там был великий канал где рассказываю про свой властный опыт я подумала тут сидят такие добрые люди я могу рассказать про open офис офис советской коммуналки но может это уже годы лет и 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 то сам ну разуме про что тут идея то ведрость так самым на вас не только на этих телевизороликах я скажу что в принципе когда вы сходите в ПВТ институты которые работали для ИПАМа я скажу поближе и и и и он подобен так сме это естественная галера такой найти приемное и затыдаться там особенного ожидания не вы , а сейчас вы обучили мою самую радикальную думку судя так дякую вам Мне презентации не поступаются, а не в будущем. В будущем я не атакую акты, а в этом лишнего макрамаса так само возникает свой властный гуманитарный компонент. Формы одной, моральные песни, установки, это все возникает. Про это же поведалось, что в обществе нужно снять кобель. Это и нужно снять кобель. Я могу сказать, что тут в зале есть 2-3 человека. Мы же не только на области. В зале есть 2-3 человека, где есть вот такой модель. Ее навесную у IT в Украине. Ильяна Виттера Робинстов, а я не рассказываю. Мы же еще расскажем. По какой модели? По большей человеческой и креативной модели самореализации, а не галеры. Ну правильно. А я не думаю. А это и есть, а вы поможете на картину? Так разумеете, эти люди, они сидят на маленьком сегменте, с пятого поверха, из этого бельзарного кольца, я вам показала. Это может 100 человек с 12 тысяч, когда мы первым году имитатором или вертаемся до ее. А выводы, типа, так надо делать или так не надо делать? Так уже есть. Это не нормативный кейс, это кейс, как это называется? Как это, то есть нормативный? Бывает, как нужно, а бывает, как есть. Вот это, как есть. И? А я в трапах, а я в трапах, выражаете со мной, стоп. Польшой. Да, хорошо. Ну тут парадокс-то в том, что это, как бы, классическая модель, действительно, чуть-чуть не архаическая, которая, вот, я не увидел преимуществ IT именно на сектор, потому что главное преимущество это удаленный доступ, удаленная работа, все. А тут опять загоняют все, действительно, в этот муравейник огромный, как строится любой офис. Любой, независимо от того, чем он там занимается. Вы, Александр, рекламу смотрели, а это, как есть. А? Это вы рекламу смотрели, а это, как есть. Ну, нет. Такую рекламу. Про удаленную работу, да. Про удаленную работу, про андорство, это реклама. Нет, я тут вижу, это, как бы, такое пленение архитектурной формы, да, как Пентагон, да, сделал такую же замкнутую структуру, ну, там еще плюсы-то пять, наверное, с него силы. А здесь, ну, идеальная замкнутая сфера. Кстати, в фильм же есть сфера. Но там другое. Там идея то, что мы добровольно посвящаем там всех свои обстоятельства соединительной жизни, да. А здесь, как бы, жизнь коллектива у всех на виду, вот про тебя все знают. Вот такой контроль, как бы, не через принуждение, а через наблюдение. Через принуждение? Почему? Но это же, это не преимущество сферы. А никто не говорит, что это преимущество. Да. А у Васика, да? Ну, так, а значит, это... Почему? Ну, в будущем, от которого он следует отказаться. Потому что в нем нет будущего, а только прошлое. Это настоящее, это не будущее, это настоящее. Вот это настоящее. Не, ну оно позиционируется, как классный проект будущего, да. Чтобы будущего растут. Не-не-не. И поэтому, конечно, надо проехать. Ну, почему у нас на будущем, да. Мы, конечно, сейчас не по классу прислушаем. Ну, так, что... Либо рубим ставку в этом мире, либо рубим ставку на IT. А сегодня, там, береговые, ты сам, эти, высота админижуют. Систему действий, то, ну, в принципе, ну, тогда не будет. Ну. Системьтесь. Али, мы можем и поюшим. Нет, ну здесь еще... Можете не изменить? Нет, ну это просто позиция туриста, который приходит и все снимает, да. Ну и ладно, оно уже есть, как бы это достаточно примечательно. Вот. А я лично здесь не жидко в будущем не вижу. Ну, просто. Парк. 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 Я, знаете, сам придумел, что мне не сподобалось. Потому что ты сфокусировалась именно на фондове офиса, и в угле не сказал, она сказала про то, что я, что сжигал Эппл за участие своего основания, а ты не отразил уникальную экосистему, у охотницы, у всех девайсов, программки разные, пистальники, пи-эш офисы. Вот вот эта экосистема, и она уже важная, там, ну, уважение там для себя, анализа. То же самое с любимым экососом, в углу, на зону. И вот то, что в угле, надо дать в немом, он сфокусировал эту листовую цивилизацию. Вот это построение уникальных экосистем. Оле, я еще раз подкреслю, что этот проект заработали литерально те самые люди, которые строили твою экосистему. Ну, в общем, я как компонент экосистемы, и не самый важный. Почему? Оле, это компонент. Те не можем мы перевести компонент. Ну, те не следут все-таки неких метанимишных относится, но помежеетом компонентом и всей экосистемой. То есть, ровно шастки для этой экосистемы, как ты сами сказали. То есть, я не подобное, просто так. Потому что потрапивший этот офис, уже за его не пускает, и легкая за его не выйдет. Потрапивший экосистема, так само тебе, господам, надо при выезде. Вот, ну, в этом, ну, с правдой мне несколько вахтой в основе сказать, что, да, офис, и он обилюстровывая, побудовывая всю эту систему в целом, вот это, это, это так. Это, это, это уже, что он обилюстровывал. Ну, и, то же самое можно сказать и про сожженную на концу другого мазона, потому что и по времени подобно. Или уже, там, а коли компонент есть, то что может за это отвергаться? Ну, ну, не эксплицировать это на вот, тое, что вокруг нас, нет, ну, дверь мы складываем. Ну, нет, и спам, да. Тое же самое, пусть и уже сбоку. Али меньшее, и меньше сбоку. А то, что можно взять, как каштон, то есть, в США, приближу, да, науки там, до соединения, то есть, например, тое, что там, доброобученная нероссийская, она может заменить, повестного русского советского министра просто с легкостью. И працевать даже на смартфоне, и это не выходит. То есть, это, да, это нормально. Ну, это возможно, а вы, следующее, я уже вся, а вы не заменяли, я бы, я бы, я бы, кто на это разважается? То есть, я разумею, что, наверное, ты, я бы, 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 Я бы спробовал проецировать то, что я шумил от Олеси, проецировать на то, что бачу на бокал себе, и отнималась вот такая основа, что нейросетка, да, и она уже заменит, ну, совет министра уже легкий. И более-больше хотел, например, проотсвать. Можно я тоже эти акценты смешу? Я тут, например, один архитектор, у меня не текал вот здесь какой-то проект. Я хотел зауважить, что тут есть такая проблема, что архитектор, в принципе, завсюду працует по некой замове. И вот тут я бачу, так же есть работа архитектора. Мне очень интересно, что сами вот эти топ-менеджеры выступили в роли архитектора и запроектовали какой-то такой свет, где они его бачатся. Я говорю, так довольно часто бывает, но так на практике, да, но есть еще и другой свет. Есть такие архитекторы, гуманитары, какие вот, ну, шукают какие-то идеи, и анализуются, как вы сейчас анализуете, про скукови, про нечто. И есть некий такой целый пласт, так сказать, футуровый год по часу 20-х в работе. То есть как-то идею всяких там городов, садов, или зараз живутся, не дают все покоют. А это такие приклад практичной реализации, ну, идеи, вот, ну, я не веду эти будущие, ну, или эффективной бизнес-модели. Ну, и вот такие интересные приклады ему подаются. Ну, можно разговаривать про то, что он в гуманной цене, конечно, в ключей за цену. Он в артой цене, то есть, ну, об этом так само мне подается, на что говорить, он есть. Ее доступны на процессе, по культу. Ну, а это есть альтернатива, но можно ее пропоновать. Он требует подшатку с Светлым Джобсом, а потом бы выдавать свой офис. Ну, дякую вам, на самом деле, что я не выкаштовал на комментарии. Не, ну, с правда, коли будут готовы работать некий... Или писать книжку можно, ввозь. Да, да, да. Не, а коли будут готовы работать вектор с некий ТЭКС, то там, я дома, треба будет некая большая эффектная консолка. И, ну, с правда, дякую вам. Если про что подумать, я думала, поглядеть еще архитектуру конструктивизма раннего советского, ну, может быть. Да, вот, Бразилия посмотрите. Бразилия далеко. А фабрика кухни, поесть, да? Я думаю, что это, наверное, может вправить себе, что это, наверное, подобный нам конструктивизм там, где, как бы, до некого процесса, весь процесс життя организуется и описывается, и он, как бы, запускается за то, что там архитектурное решение. В этом смысле, да, пабрики кухни, если, как бы, домы, коммуны, конечно, побудованы по степени. В этом же, в принципе, рождены два человека, как элемент, ну, маленький элемент, то есть, в этой системе, какая на что-то лучше апартфона. Угу. Угу. Так, ну, как идеи, да? А тут же есть практика и идея, то есть, идея, которая приносит с ней киплёным материалом. Вы спросили, что... А ведь, да, совесть такая, она простая, идет, да, как бы, производственная архитектура, в вашей архитектуре, как бы, промысловая архитектура, Там, вот, с таким, видом архитектором Никольский, как бы, видом коммуны, ну, где, скажется, там, разделяли все на ячейки, где, там, люди в одном покое вешали одень, а вот, другим, там, вылезли в третьем спале. И, да, у них была идея такая, что треба пускать усыпляющие газы, как люди не мучились в этой бессоннице. То есть, ну, коллектуру... Ну, там, задавали пытание, что будет при некто неизможно заснуть. Ну, там, пока вылезли, да. Вы никому не кажите про этого компонента, Открыто написано. У меня коллега там доведаются. Так все взяли, чтобы работали эффективно. Да. У меня, на самом деле, единственное представление в этой модели, в том, что она не согласуется с реальной организационной деятельностью или жизнью человека. Вот это в этом проблема только. И, собственно, любые офисы, где стоят мягкие диванчики, вот это все, фрукты, овощи, это не потому, что тебя любят. И не для того, чтобы ты такой был хороший. Это просто потому, что сначала попробовали всю IT-структуру построить, как на заводе. Заводы как делаются? Или есть конвейер? Вот он, его сначала запускают на максимальный, быстрее, быстрее, быстрее. Китайцы начинают падать. Ну, окей, чуть помедленнее. Вот так и будет ехать. То же самое, собственно, в построении, как бы, офиса в IT-структуре. Хотелось сделать, чтобы был завод. Завод не работает, как и конструктивизм в жизни. Но поставили другую модель, сказали, чувак, мы сделаем тебе удобнее, чем дома. Дома ты живешь, не знаю, в трехкомнатной квартире, условно говоря, а вот тебе здесь вот так и вот так. Гораздо приятнее. Остановись больше. Я просто не понимаю, где вот в этом, на самом деле, целеполагании, которое является производством, хоть IT-продукта, вдруг начинается какая-то серьезная дискуссия о том, а как же там человеку. И человеку там должно быть так, чтобы он был максимально эффективен. Если ему для этого нужно, там, платить 40 тысяч долларов в месяц и типа Феррари давать, ну, пускай. Это не важно. Это не важно, если он выдает на финале какую-то ценность, сопоставимую с затратами. А все остальное – это просто атрибуты и игрушки. Ну, и с этой точки зрения, вот эта вот штуковина, она, конечно, тоже устаревшая по-своему. Просто потому что… Ну, зачем ее строить, если, естественно, можно построить распределенную деятельность? Ну, вот, если, как бы, к практике возвращаться, я стремлюсь построить, как бы, свои какие-то ячейки, которые производят что-то, тоже распределенную. Ну, просто ввиду того, что, да, я хочу, чтобы они все были в комфорте, где-то сидели там в Таиланде, в Египте, в Вьетнаме, где им удобно, ну, и при этом не платить за их офис. Ну, это всегда сопоставимые вещи, которые, как бы, как пересекающиеся к гейлеру, где, как бы, ценности, результаты, затраты, и вот, и все. Человекам, опять же, тоже погрешность такая. Ну, да, но тогда же компания вполне сможет удовлетворять свою паранойю. Она не удовлетворяет прямо, она, как бы, позиционируется на рынке определенным образом. Она говорит, вот, я вот здесь вот стою, и я, как бы, такого масштаба. Это определенный жест. Ну, они, умные ребята, хотели бы не было этого жеста. Это просто тоже часть маркетинга. Ну, конечно. Нет, ну, мы можем только так, за той корпоративной ценности. А какая у них там корпоративная миссия ценностей, вот эта вся культура, как она строится. Либо мы просто заботимся о прибыли максимально, да, и либо учитываем еще интересы каждого работника, чтобы он позволил себе раскрыться, чтобы он комфортно себя чувствовал, вот это все. Ну, вот, глядите, вот тут хардверные инженеры, они продавили особый офис. Потому что, когда-либо это хардвер, там, это у них там элиты из элиты. И явно не сядясь у кальций, они сядясь у своей модули, у Эппл. Вот, ну, так само. Вот, и видите, там, по-моему, уже начиная оформироваться такая основа, что то, что я просто сказала, это не вылечное. Ну, так? Это один абзац подружинга. И тема там, я бы не был маленькой там магистической фразы, и все. Ну, и поэтому мы это делаем образца. Когда мы поглядем на офисы, Google, склады Amazon, это, ну, Казга, склады Amazon, это таки классичных кейс эксплуатации. А, вот, когда ты про это рассказала, в оптикове, потому что там, все, как это там масштабные кругожие, князь, или оно все рукается, урослый, я в цеправном направлении. Вот, про это была оптиковерская, потому что там будешь подобное, нахрен, все на будущем? Ну, там было жахливое будущее просто. А никто не обещал, что им будет глубже. Так что, они находятся, что там продукты давно более. Вот, действительно, что мне понравилось в обсуждении, это то, что они делают акцент на, ну, я это немножко в своих терминах называю коллективное ображение. В общем, это то, что внутри производства IT-продукты там, кроме процессов, которые мы делаем так-то, так-то, такими-то регламентами, такие подказатели, там всегда все же есть люди, которые, в общем, когда продуктов производится много, действительно очень важно, чтобы они обменивались этим знанием. И обменивались им не формально из разряда, вот у нас планерка, все расскажите, о чем вы там думали. А чтобы постоянно происходило некое ображение, чтобы постоянно они за кружкой пива, чая и так далее обсуждали какие-то маленькие, насущие свои проблемы и решения, которые производят. Это реально, на самом деле, колоссальный рост либо упадок, если этого либо есть, либо нет. И вот создавать подобные, ну это прямо решения, которые должны быть интегрированы тоже, как и процессы, только уже с точки зрения социологии поведения внутри некой ячейки. Вот это реально важно, и, как я понимаю, они делают на этом упор, и это, ну это действительно дает результат. Это интересно. Это уже требуется некий шведский дизайн, я думаю, что если там все эргономика, операционного места, то все просто было трохи ранее, и в Европе я не помню, хай меня поправить. А где это все было, просто я гладу пняла. Потому что люди не разговаривают про некие там рэши, колены, какой-то одного конца офиса, и другие. Я не разговариваю с каля-кулера, я не разговариваю с на кухне, я не разговариваю с неких, ну это же, этих, канапках. А тут просто... Ваши швы не разговариваете на канапах. Ну, нет. А, враты... Войдика, вы разговариваете что-нибудь? Войдика, вы два раз на меня взгляды? Не, я могу это подтвердить, потому что, коли у покойщих, пусковой машины, ставят канапу, там таксам увешают вбор, и каждый раз, каждый день, меняются там опять команды, которые сидят на канапе, в Мерково, через млево-четверо, вборзе, все входит, заходит новая, И так, по полным действиям, например, облогу, если некий жалкость. Потому что, если добрая практика, с продукт простой, и могу, у вас, может быть, это не так сказать. Я думаю, что в этом тоже образуется. Ну, там нема такого, да. Ну, и там есть переговор? Нет. А там есть интерьер белый для того же. С того, что я сошла с информацией. Там то интерьер, я думаю, ничего не могу, это топ-сикрет. А то, что было до того, как показывали этот проект, то там, ну, просто белые, абсолютно нольковые переговорки. Усюду эти экраны-экраны, которые транслируют, стоят, чтобы они наложить сотрудники, спрацовники. Там, ну, и краска навыки там небольшого в проекте. Может, они есть, или мы не доведаемся тому, что это закрытое пространство. Опять же, вот такой интересный и важный момент построения какого-то IT большой корпорации, это, опять же, то, что может показаться вроде заботой о здоровье, оно такое и есть. Но, вот, к примеру, у Майл.ру стоит отдельный этаж вообще спортзала. И это, опять же, делается и для того, чтобы вроде тебе было прикольно. На самом деле человек, который где-то в обед, там, даже полтора часа побега и чем-то позанимается, у него просто уровень энергии на самом деле лучше. И это, знаете, на самом деле забавная штуковина относительно того, как на самом деле это работает в реальной эфико-среде. Условно говоря, ты в офисе ставишь массажное кресло там за 10 тысяч, всякие другие плюшки-плюшки-плюшки, но на самом деле все они могут пользоваться, там не висят, что чувак-то не может подходить. Но пользователи, по факту, только топ-менеджмент, просто ввиду того, что все остальные сидят и арбатывают. Ну, у них, как бы, не особо есть времени посидеть на массажном кресле. Это вот тоже есть такой вот, как бы, моментик. Да, у нас была такая переговорка, там еще были рыбки, там были тоже. Такой был уголок, туда прятались. На самом деле, очень редко, когда люди прятались. Именно прятались, именно одна часть. Можно я так, все равно? Мне хочется сделать шаг назад, но очень в частности в такие. То есть, как бы, просто мы только говорим, как бы, об образе будущего, да? Но говорим на примере офиса Эппла, и тут возникает у меня вопрос просто, ну, открытый. Я, честно, не отвечаю на что. Просто это ли тот новый диджитал мир? Что в нем нового? И где здесь разделение, и где здесь действительно диджитал, где здесь действительно технология, а где здесь гуманитарные такие вещи? Потому что об этом мы, например, сейчас не услышали и не обсуждаем, правильно? То есть мы так подошли. Да, ну, то есть мы так полу намеками, что нет, это не будущее. Нет, в нем гуманитарный компонент читается через Пуко, это ужасно. И какой у вас был прийти момент? Так, гуманитарный Пуко, там, будущее, нет, это не то будущее. И цифровый компонент, он-то, конечно, есть, но материальная форма вернулась обратно в новое время, как бы в 18-й, там, 17-й век. Вот. То есть, опять-таки, на ваши вопросы нет, нет и нет, а на наши обсуждания сами, и на среднем нет. Спасибо. 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 Спасибо.